Приветствую вас! Первое, о чем мне хотелось бы у вас спросить, это то, в чем вопрос, собственно говоря. Ну вот вы рассказываете нам определенную историю, повествуете вы о том, как у вас сейчас обстоит ситуация. Понятно, что она вас не устраивает. Но вопрос-то в чем? В каком направлении вы хотите двигаться? Ведь по сути можно двигаться в нескольких направлениях, и может быть какое-то направление вам не подходит. А вы не сказали, в каком направлении вы хотите двигаться. И непонятно, от чего вы ждете от психологов, непонятно, что вы ждете от ответа. Очевидно, что заставить вашего молодого человека сказать вам, что он вас любит, или сделать предложение, мы не можем. А что мы можем сделать? Ну мы можем вас спросить, например, что для вас брак? Почему вы так хотите этого самого брака? Что он для вас, этот брак, значить? Что вы хотите через этот брак получить, например? Что, что какие желания, какие желания, какие желания, ваш брак должен, по вашему мнению, значит, вам удовлетворить. И вот это, собственно говоря, и нужно вам в первую очередь разобрать. То есть вы хотите замуж для чего? И зачем вы говорите мужчине о том, что вы хотите замуж? Понимаете, если вы говорите ему, что вы хотите замуж, то вы занимаете его позицию, позицию мужчины. А у него, может быть, есть какой-то план, у него, может быть, есть какие-то виды, у него, может быть, есть какие-то свои установки, которыми он руководствуется. И он, может быть, хочет, чтобы все было организовано так, как ему представляется идеальным, потому что он мужчина. Зачем вы говорите ему, что хотите за него замуж? То есть принуждаете его к тому, чего он, может быть, даже не хочет. Принуждаете его к тому, чему у него даже нет желания пока. Принуждаете его к тому, что он не хочет. Но это не помешало вам, значит, его родить. И не помешало вам жить вместе. Ну, продолжать жить вместе. И не очень понятно, не очень понятно, собственно говоря, что вообще говорит ваш мужчина. Какая у него позиция по этому поводу. То есть, вот он говорит вам, я не хочу ребенка. Почему он не хочет ребенка? Чем он обуславливает, чем он аргументирует свое поведение? Он говорит, я не хочу на тебе жениться. Но при этом он живет с вами. Чем он обуславливает свое желание быть с вами? Даже после беременности, даже после родов. Значит, его и вас что-то связывает. Но, возможно, мужчина не хочет быть зависимым от вас окончательно. Потому что сейчас брак очень часто спрониционируется как оковы, как символ несвободы. Соответственно, этот момент должен у него прояснить. Он не ясен. Дальше. Он хотел, чтобы вы сделали аборт. И вы скрывали ребенка от него. То есть, доверия между вами нет. А интимной жизни, как я понял, тоже, вообще-то говоря, нет. Потому что, иначе вы бы не смогли скрывать от него то, что беременна. Как же вы живете тогда? Зачем вы так живете? Какая разница, любит вас мужчина или нет? Если вы ходите замуж по моральным соображениям. То есть, моральные соображения это какие? Это что значит моральные соображения? Моральные соображения это значит, что вы считаете, по вашему мнению, ситуация должна быть такой. Что мужчина должен вам сделать предложение и вы должны с ним быть вместе. Если у вас есть такое вот убеждение моральное, то, естественно, быть с ним вам не стоит. И непонятно, зачем вы вообще с ним тогда. Непонятно, для чего вы с ним тогда. Если же у вас неморальная потребность в том, чтобы выйти замуж. А некая другая, как я уже сказал, обусловленная именно какими-то реальными потребностями, реальными желаниями. То с этим нужно разбираться. Для чего вам это? Ради чего вы терпите такое к себе отношение? Наконец, необходимо проработать мотивацию вашего молодого человека. И если она, эта мотивация, чем-то обусловлена. Например, у него есть мотивы так себя вести из страха. Или у него, он так ведет себя из-за того, например, что у него характер, характер такой. Или, может быть, что-то еще. Мы здесь всего можем не знать. Вот. То есть, ситуация эта заключается в том, что полной картины мира, полной картины ситуации у нас нет на самом деле. Полной картины происходящего с вами у нас тоже нет. И пока можно задать вам только лично водящие вопросы. Как и что вам нужно прояснить, чтобы понять, что есть проблемы. Давайте я еще раз прочитаю вам то, что вы написали. Я живу с парнем 4 года, у нас есть ребенок, но он никогда не говорит, что любит. Сам он не делает мне предложения, хотя я уже прямую ему говорил, что хочу за него замуж. Я все чаще задумываюсь, любит или нет. Даже когда я ходил дременно, он хотел, чтобы я сделал работу. А он отдал ребенка только на 6 месяц. Но все же мы живем вместе, не ссорясь. Вы живете с парнем 4 года, он нерадо не сказал вам, что любит вас. Получается, вас это устраивало? Как можно жить с человеком, который не говорит, что любит вас? Если вы живете с ним, значит, вам это нравится, значит, плюсы перевешивают. А если с какого-то момента вас перестал это устраивать, у нас же ситуация изменилась, но изменилась она с вашей стороны. Не со стороны мужчины, а с вашей стороны. Что изменилось у вас? Надо это выяснить. Дальше. Ну, дальше, в принципе, я уже сказал. Сам он не делает вам предложение, а зачем? Если вы живете с ним, даже без обязательного признания с его стороны в любви, зачем вам делать предложение? А зачем вас завоевывать, если вы и так его, если вы и так с ним? Если вы ему говорите, что ходите за него замуж, да зачем брать вас в жены? Ведь жены берут, когда хотят сделать женщину своей, когда хотят сделать ее ближе к себе, а вы и так с ним близки. Вы и так с ним близки. Вы и так его. Зачем ему еще что-то делать? Мужчины не делают чего-то, потому что у него нет стимула, у него нет мотивации. А мотивации нет, потому что вы сами ему все даете, то, что нужно. То, что человек обычно получает в результате признания в любви, совершения предложений и так далее, у него уже все есть это, благодаря вам, благодаря тому, что вы сами ему даете. И вопрос очень хочется, что только зачем? Зачем вы ему все это даете, и зачем вы хотите выйти за него замуж, если он даже не признался вам в любви? То есть получается для вас важнее выйти замуж, чем услышать признание мужчины в любви? Тогда что для вас семья? Зачем вам тогда семья? Что она для вас представляет? Какое значение имеет? Получите ли вы то, что хотите от семьи? Или будете жить еще хуже? А как насчет ребенка, который живет в такой непонятной атмосфере и не понимает, то ли у него есть отец, то ли у него нет отца, то ли есть у него семья, то ли нет у него семьи? Как вообще этот мужчина к ребенку относится, если он его не хотел? Любит ли он его? Если не любит, то нельзя ему находиться с ребенком, он вредит маленькому человечку. Далее. Все же мы живем вместе не ссорить. Если вы живете вместе не ссорить, то есть вас обоих все устраивает, то зачем что-то менять? Вы-то сами человека любите. Вы вот говорите, что он вам в любви не признает. А вы? Вы ему в любви признавались. Вы сами что-то к нему чувствуете. И если вы чувствуете к нему любовь, то вам все равно замужем вы, не замужем вы, любит он вас или не любит. Главное, что он счастлив, что он рядом. Но если он не счастлив, если для вас не волшено его счастье, то приедем не должны были родить ребенка. Ведь мужчина ребенка не хотел. Но вы все равно родили. Значит, вас как-то волнует больше свои интересы. А почему вы думаете, что мужчина будет служить источником и средством для реализации ваших интересов? Тоже непонятно. В любом случае, вы хотите определить, чего вы хотите сами. Чего и для чего. И тогда уже можно будет вам помочь. Когда будет четко ясно, что вы хотите получить. Когда будет ясно, что вы хотите получить, можно вам будет ответить на вопрос, можно это получить или нет. Какой сын вы ищет ли это он сделает. Если у вас какие-то проблемы, то можно помочь вам их решить. Понимаете? Вот так. И я надеюсь, что вы как бы все-таки либо наполните вопрос, либо выберите эксперта и поработаете с ним лично. Потому что вопрос, ваш вопрос, он, пожалуй, еще больше вопросов составляет, чем можно на него ответить. В любом случае, если мужчина вас не устраивает, если он не дает вам того, чего вы хотите, то вам нужно от него уходить. покажите ему, что вы не собираетесь это терпеть. Покажите ему, что вы будете продвигать свои интересы. Покажите ему, что вы обойдетесь прекрасно без него. Покажите ему, что вы не дадите себя в обиды, не позволите быть там в позиции, которая вас не устраивает, которая вам не нравится и так далее. Дайте мужчине понять, что он может вас потерять. Главное, проявить свое отношение к вам и к ребенку. И какое это будет это отношение? Естественно, предсказать нельзя, но в зависимости от этого отношения вы уже сможете планировать как-то и корректировать свое поведение и свою жизнь, а также регулировать свои деятельности. А просто такое ощущение, что вы сейчас живете в неком таком подвешенном состоянии, то есть не понимаете, что будет у вас в будущем и так далее. И обвиняете вас в всем молодого человека. Это да, молодой человек ведет себя непонятно, но так и вы тоже получаете, получаются, принимаете его игру. А зачем? Зачем вы принимаете чужие правила игры, если они вас не устраивают? Какая у вас мотивация? Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и выдачу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!